В аулах Казахстана растет интерес к бизнесу. С начала года микрозаймы под собственное дело получили больше 8 тысяч сельчан. Все благодаря программе Аула Моната. На ее реализацию выделено 100 миллиардов тенге. По подсчетам специалистов, в селах таким образом создадут больше 18 тысяч рабочих мест. О важности проекта в своей предвыборной программе говорил президент. Обозначил он и другие задачи по развитию сельской местности. Рауль Габитов продолжит тему. В селах люди не должны жить хуже, чем в городах. Примерно так звучал один из главных месседжей предвыборной программы Тукаева. Для этого в первую очередь нужно создать как можно больше рабочих мест. И так как главный источник дохода в аулах сельское хозяйство, фермерам предлагают объединяться в кооперативы и вовлекать в работу односельчан. На развитие сельхозкооперации президент поручил выделить 1 триллион тенге. Как итог, количество таких объединений увеличивается. По стране их уже около трех с половиной тысяч. Конечно же есть ряд вопросов в рамках тех же самых кооперативов, в рамках выделения земель этим кооперативом, в рамках именно изъятых земель. И мы работаем в этом направлении и также в парламенте, в плане того, чтобы кооперативы имели дополнительные баллы в конкурсах и аукционах во время выдачи земель на место исполненных органах. В государственную собственность в Казахстане вернули уже около 8 миллионов неиспользуемых и выданных с нарушениями сельскохозяйственных земель. Их местные власть отдают в пользование аграриям. Больше всего участков изъяли в Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Туркистанской и Павлодарской областях. Есть методика, есть нагрузка на гектар. Это обычная сельскохозяйственная земля. И когда у владельцев не было соответствующего поголовья скота, если просто говорить, то эти земли соответствующим образом в законодательном порядке оформлялись и изымались. Ни у кого никакого принудительного или незаконного изъятия земель не было. У нас же есть люди, которые хотят заниматься сельскохозяйственным производством, другими видами бизнеса, перераспределяют эти земли. А еще сельчанам помогают обновить сельскохозяйственную технику. В рамках программы льготного лизинга фермеры купили уже свыше тысячи комбайнов и тракторов. Недавно в правительстве заявили, выделят на проект еще 20 миллиардов тенге. Кредит можно будет оформить под 6% на срок до 10 лет. При этом один человек сможет взять не более трех единиц сельхозтехники и только один раз в два года. У нас выделено 20 миллиардов тенге на поддержку производителей кормовых для животноводства. И на сегодняшний день оно уже полностью освоено. И это я думаю, что оно сейчас дал большой толчок. Это начало для развития нашего развития и наше сельхозпроизводство. Продолжается работа и по модернизации водохозяйственной системы. В будущем по всей стране планируется построить 20 новых водохранилищ и увеличить таким образом площадь орошаемых земель с 1,8 до 2,5 миллионов гектаров. Рауль Габитов, Ерлан Оурзбаев, Хабар-24.